И сбиваю съемку все. Штраф. Так интересно, что получается первые песни, они будут... Хорошо. Все-таки вторая песня не та, которую я написала второй из тех, что на Алина стихи. Потому что я подумала, нет, она все-таки должна быть чуть позже. Но их объединяет то, что они... Вот только что сейчас была песня про весну и лето. Вообще, когда в том возрасте, у меня было 20 с лишним лет, у меня были все песни про весну. Потом я стала старше, у меня появилась про осень. Дольше всего у меня не было песен про зиму. Вот как раз-таки благодаря стихам Али у меня появилось много песен про зиму. И про зиму, и про лето, и снова про весну. Вот разве что... И про осень тоже. То есть, ну, поскольку сегодня вы слушаете стихи только именно этого поэта, то вы как раз-таки услышите всю палитру, на самом деле, времен года и оттенков природы. Именно этим мне очень нравится ее творчество. И вот это вот стихотворение она назвала «Колыбельная мама». Сегодня будет колыбельная мама, вот это вот она, и будет колыбельная папа. Она будет в конце первого отделения. Вот сейчас вы услышите, какая это колыбельная мама. И на самом деле, на мой взгляд, здесь есть очень много отсылок к творчеству. Ну, наверное, не много отсылок, а в принципе, дань творчеству Марины Цветаевой. Говорят, уходит лето, долго бывшее в гостях. У рябины капли света вместо ягод на ветвях. Ночь становится длинней, звезды стали холодни. От каникул остается с каждым днем все меньше дней. Говорят, уходит лето, собирает чемодан. Лето, лето, погоди, без меня не уходи. Подожди еще немножко, просто рядом посиди. Мы так много не успели, так куда ж ты не спеши. Мы еще в чернике спелы не наелись от души. Не пугали комара, не гуляли до утра. Мы не собирали ветки для высокого костра. Говорят, уходит лето, вот оно стоит в дверях. У него глаза из света и соломинки в кудрях. У него негромкий смех, кожа цветом, как орех. Забирай свои билеты, не люблю реветь при всех. Вот автобус уезжает, пробегу немножко вслед. Надо мной рябиной ржавой, золотой, печальный свет. Субтитры создавал DimaTorzok